Здравствуйте, уважаемые коллеги. Большое спасибо за приглашение на эту конференцию. У нас на самом деле тема основы методики. Мой доклад оказался немножечко, он пересекается с темой Алексея Александровича, но я думаю, что повторение мать учения, поэтому может быть что-то будет более понятно и так далее. По поводу настроек тоже я обязательно остановлюсь на этом. Итак, я думаю, что в принципе все здесь понимают. Контрастно усиленное ультразвуковое исследование или SIUS, как его называют в международных публикациях, Contrast Enhanced Ultrasound, это ультразвуковое исследование с помощью препаратов, микропузырьков, позволяющих визуализировать сосудистые русла в плойке до мельчайших капилляров. Важно, что в отличие от доплерографии, контрасты позволяют увидеть абсолютно все сосуды, поскольку они проникают в сосуды любого калибра, и также они позволяют получить информацию об особенности гемодинамики в различных областях за счет визуализации так называемых паттернов контрастирования, поскольку мы видим не просто то, что кровоток есть, контраст попал в препарат, а мы видим и как он туда попадает, и как он оттуда вымывается. Немного, пару слов об истории и классификации. На самом деле все ультразвуковые контрастные препараты по большому счету подразделяются в зависимости от их содержимого и оболочек. Первое поколение контрастных препаратов содержало в себя обычный воздух, в качестве оболочки использовались ли галактозы или альбумин, и, как Алексей Александрович сказал, действительно первое поколение не позволяло попадать в большой круг кровообращения. Соответственно, это была первая задача, которую было необходимо решить. Препараты второго поколения, которым является, собственно говоря, Сонавью, уже имели в своем составе инертный газ, тяжелый газ, который, соответственно, и фосфолипидную оболочку, что сделало препарат более стабильным, позволило контрастировать более длительное время и требовало сканирования с низким механическим индексом. Это, наверное, наиболее важный момент, которым нужно помнить, когда мы работаем с ультразвуковым контрастом, потому что мы ограничены механическим индексом. И, собственно, третье поколение контрастных препаратов, к которым относится уже упоминавшийся сонозоид, также оболочка та же самая фосфолипидная, но в составе используется другой газ, это перфторуглероды, соответственно, перфторгутант для сонозоида. И этот препарат отличается тем, что он позволяет сканировать с более высокими механическими индексами, и он более стабилен, что, соответственно, и влияет на результат работы с ним. Ну, собственно, соновью микропузырьки гексофторида серый, диаметр пузырьков порядка 2,5 нанометров, соответственно, мы этот размер сопоставим с форменными элементами крови, и пузырьки проникают абсолютно в любой участок, в который проникают, собственно, в форменные элементы крови, то есть даже в мельчайшие капилляры. Эти пузырьки осциллируют, в принципе, на частотах от 1 до 11 МГц, но большая часть пузырьков имеет резонансную частоту 2,5-3 МГц. Почему это важно понимать? Потому что, в отличие от, опять же, привычной для нас работы с ультразвуком, когда чем выше частота, тем лучше мы, собственно, видим, и работать с поверхностными органами намного проще, чем с брюшной полостью, особенно в случае неподготовленного пациента, здесь ситуация обратная, то есть наиболее качественную визуализацию контраста получается на низких частотах 2,5-3 МГц. Ну и важно понимать, что при определенной мощности ультразвука, при превышении механического индекса пузырьки просто взрываются. Соответственно, мы перестаем их видеть. Поэтому очень важно, собственно, когда вы перешли уже в режим работы с контрастом, я часто сталкивался, когда начинающие специалисты переходят в контрастную гармонику, видят, что B-режим изменился, ой, там я потерялся, я не вижу, где я должен, какую область я должен наблюдать. И сейчас мы, давайте мы на секундочку вернемся обратно в B-режим. Нет, нельзя, потому что тогда введенный контраст вы уже уничтожите. Ну и также я хотел бы пару слов сказать о препарате санозоид, поскольку о нем сейчас тоже достаточно много публикаций появляется в международных. Его основные особенности – это, соответственно, использование перфторбутана, который обладает способностью проникать через сосудистую стенку и накапливаться куперскими клетками печени. И второй его важной особенностью является, как я уже говорил, возможность сканирования с механическим индексом более 0,2. То есть если для Sonoview 0,2 – это предел, при котором он взрывается, цифру 0,2, пожалуйста, запомните, потому что она отображается у вас всегда на экране монитора. И для Sonoview нормальный механический индекс – это где-то 0,09, 0,1, 0,12, может быть, в каких-то случаях поверхностных органов. 0,2 – для него это предел. Здесь мы можем работать с индексами 0,2 и даже выше. И его способность проникать в куперские клетки печени обуславливает так называемую поствоскулярную фазу, которой нет у Sonoview. Это достаточно длительная, до 10-15 минут, визуализация контраста в клетках нормальной печени и в доброкачественных образованиях. Гептоцелулярная карцинома куперовских клеток не имеет, и, соответственно, поствоскулярную фазу очень хорошо виден дефект контрастирования. Но, к сожалению, сонозоид разрешен в покровенении, вот то, что мне удалось найти, на сегодняшний день в пяти странах мира, и Россия в их число, к сожалению, не входит. Ну, по поводу подготовки к исследованию, в принципе, Алексей Алексеевич уже очень хорошо все рассказал, поэтому я останавливаться на этом не буду. Здесь, собственно, изображение, которое у вас есть в каждой упаковке Sonoview, и с ними разобраться достаточно сложно, достаточно несложно. На чем я хотел остановиться? Очень важно хорошо взболтать препарат, то есть желательно, они пишут 20 секунд, но желательно подольше, минуту взболтать, пока получится, вы не увидите однородную жидкость белого цвета. И также важный момент, на котором хотелось бы остановиться, что при сборке вот этой всей системы у вас существует в наборе такой вот переходник к шприцу. Очень важно, чтобы этот переходник был подсоединен к шприцу до того, как вы проколите ампулу с контрастом, потому что тоже такую ошибку иногда допускают. И, соответственно, да, если проколоть ампулу раньше, то контраст просто испарится. Ну, соответственно, основные особенности визуализации при работе с контрастным препаратом. Поскольку мы сканируем с низким MI, мы видим очень плохую картинку в B-режиме. Да, вот здесь мы видим, что у нас MI-004, и, соответственно, в B-режиме мы практически ничего не видим. Плюс мы используем дополнительные специальные технологии, которые дополнительно вычитают сигнал от ткани и оставляют видимыми только сигналы от эхо-контраста. Соответственно, вам нужно смириться с тем, что вы B-режим хорошо видите до начала, до перехода в пресет уже работы с контрастным препаратом. И вы должны запомнить то место, которое вы планируете визуализировать. И дальше B-режим у вас будет очень-очень слабый только для такой элементарной навигации. Зато вы будете очень хорошо визуализировать контраст. Также хотелось бы остановиться на вопросах применения в педиатрии, потому что их очень часто задают. Да, согласно инструкции, возраст до 18 лет является противопоказанием, но, во-первых, как уже было сказано, существует достаточно обширный опыт офф-лейбл применения в Европе. И даже в 2016 году Евсумба публиковал такое заявление о позиции. Ну, по сути, это гайдлайны, просто их не могут назвать гайдлайнами, поскольку пока официально в инструкцию не внесено это изменение. И также в том же 2016 году абсолютно идентичный препарат Люмасон, то есть это то же самое, что Сонавью, просто другая торговая марка, которая работает в США, был одобрен FDA официально для применения у детей. То есть это уже официальное разрешение. Поэтому я думаю, что вопрос изменения в инструкции к Сонавью, в принципе, это вопрос времени и не очень большого. Вот. И вот такие дозировки используются по рекомендациям FDA для Люмасона, то есть 0,03 мл на килограмм в зависимости от веса ребенка, не более 2,4 мл, не больше половины ампулы. Соответственно, здесь я хотел продемонстрировать, какие мы можем наблюдать фазы при использовании контрастных препаратов, фазы контрастирования. Печень – это наиболее изученная область, и в ней фазы обусловлены, собственно, ее двойным кровоснабжением. И здесь, да, хотелось бы остановиться на том, что до 30 секунд идет примерно при применении Сонавью артериальная фаза, портальная фаза от 30 до 120, и позднюю фазу, ну, Сонавью мы уже практически наблюдать не будем, а вот контрасты на основе перфторуглеродов, они будут наблюдаться даже до 10 и более минут. Соответственно, паттерны накопления контраста в различных образованиях печени позволяют нам с вами их дифференцировать. Ну, подробно о клиническом применении, я думаю, что сегодня еще будет очень много сказано, но основная идея, которую хотелось бы донести, соответственно, вы можете увидеть злокачественное образование, которое, независимо от того, будут ли они гиповоскулярными или гиповоскулярными, в позднюю фазу, да, будут всегда демонстрировать дефект контрастирования. И гиповоскулярная карцинома, она будет демонстрировать не такой выраженный дефект контрастирования, но, тем не менее, тоже достаточно значимый. А доброкачественные образования будут оставаться законтрастированными даже в позднюю фазу. И в зависимости от паттернов, от того, каким образом контрастируется то или иное образование, мы можем сделать вывод не только о том, что оно доброкачественное, но и более точно его дифференцировать. Так, например, гемангиома и фокально-нодулярная гиперпозия совершенно по-разному будут заполняться контрастным препаратом. Здесь более наглядно представлено это изображение. Ну, соответственно, гемангиома, как мы видели, законтрастирована, а метастаз будет демонстрировать дефекты контрастирования уже к концу минуты. И немного хотелось бы сказать еще о технологиях, которые вы можете применять. Технологии, которые существуют в аппаратах Hitachi, у других производителей они в том или ином виде тоже, в общем-то, существуют, просто могут отличаться названиями. MicroBubble Trace Imaging — это возможность наложить следующий кадр на предыдущий. Эта технология не едет. Хорошо, я тогда попробую на словах объяснить. Самое интересное видео не запустилось. Смысл этой технологии заключается в том, что мы накладываем каждый следующий кадр на предыдущий. За счет этого мы можем очень наглядно увидеть, как формируется сосудистое дерево, как прорастают сосуды, начиная от крупных к более мелким веткам. И это позволяет вам… В принципе, вы увидите все то же самое и в реальном времени без применения этой технологии, но здесь все это будет выглядеть очень наглядно. У меня дальше есть еще вариант покадровой съемки, я покажу. Еще одна технология — это ColorWPI — это режим, когда мы полностью вычитаем сигнал от ткани. И в зоне интереса, которую вы выбираете, так же, как выбираете зону интереса для доплеровского сканирования, сигнал от ткани полностью отсутствует. Вы видите только сигнал от препарата. Это позволяет вам быть уверенными в том, что то, что вы видите, это не шум, это именно эхоконтрастный препарат. Ну и также наши приборы позволяют вам более детально, более наглядно видеть то, как накапливается контрастный препарат в тех или иных участках. Во-первых, это делается за счет технологии Inflow Time Mapping. Это окрашивание различных участков разными цветами, в зависимости от того, как быстро препарат туда поступает. Красный цвет демонстрирует поступление препарата в крупные сосуды, там, где он появляется раньше всего. Ну и далее по шкале вы можете ее настраивать, то есть точки отсечки этих секунд вы можете менять. И таким образом вы можете увидеть, как постепенно попадает контраст в различные зоны интереса. Кроме того, вы можете строить вот такие графики, которые позволяют очень наглядно и до секунд оценить, в какой момент образование прекратило накапливать контраст и вышло на плату. Либо, если мы видим в стадии washout, то мы тоже очень хорошо можем зафиксировать в секундах момент начала этой фазы. Ну и что касается клинического применения, как я уже сказал, я подробно останавливаться на этих вещах не буду, но хотелось бы просто показать вам те возможности, может быть, не совсем очевидные, которые контрастные препараты вам дают. Поскольку все наши приборы работают с ультразвуковыми эндоскопами, очень активно мы можем применять контрастные препараты при диагностике различных образований брюшной полости через желудочно-кишечный тракт с помощью ультразвуковых эндоскопов. Вот здесь представлено изображение метастаза в поджелудочной железе. Ну, согласитесь, что трансабдоминально получить такую картинку поджелудочной железы практически нереально, когда вы видите головку на весь экран. Также вы можете использовать контрастные препараты для диагностики, например, аппендицита. Очень хорошо виден кровоток в воспаленной стенке кишечника. Вот для этого его в том числе и применяют и у детей достаточно активно. И вот здесь вот мы видим как раз режим МТА. Давайте посмотрим, поменять. Вы видите, то есть постепенно вы видите, как появляются сосуды. И согласитесь, что это намного более наглядно, чем режим с левой стороны экрана. Мы можем проводить пункции законтрастированных зон. Также непосредственно в процессе контрастного исследования, когда мы хорошо видим зону интереса, мы можем ее спунктировать. Это также доступно. Очень интересно применение контрастов при исследовании магистральных сосудов. Ну, не только для выявления индоликов после операции, например, на брюшной аорте. Но и вот такие интересные методики, когда мы можем увидеть сосуды, так называемые вазовазорум, в бляшках. Если такие сосуды есть, это демонстрирует нестабильность бляшки. Вот это исследование на нашей демосистеме было проведено при моем непосредственном участии. Не демо-картинка такая. Вот мы видим, как появляются постепенно сосуды. И через полторы минуты бляшка полностью законтрастирована. Очень наглядно, очень красивое такое изображение, которое позволяет ответить на вопросы. Ну и, безусловно, эхоконтрастирование совместимо с такой технологией, как виртуальная сонография. Если мы по каким-то причинам не можем у пациента применить контрасты с компьютерной томографией, допустим, пациент с почной недостаточностью, то мы можем совместить данные его КТ с ультразвуковым исследованием в реальном масштабе времени и законтрастировать эту область с помощью эхоконтраста. При этом быть уверенными, что мы видим именно ту область, которая вызвала сомнения у рентгенологов и оценить паттерн накопления контраста в ней. Если какая-то дополнительная информация вас заинтересует, то я рекомендую начинать с гайдлайнов Европейской Ассоциации. Гайдлайн основной по печени был опубликован достаточно давно, еще в 2012 году. И, кстати, сегодня он есть даже уже в переводе на русский язык. Но, насколько я знаю, в 2021 году готовится пересмотр. Что там будет, пока неизвестно. Но, как говорится, stay tuned. Благодарю вас за внимание. И хотелось бы в завершение сказать, что в компании Hitachi тоже в ближайший год-два мы выводим на рынок достаточно много новых систем. Большинство из них будет работать с контрастами. И там будут появляться новые технологии. Но о них я смогу рассказать уже, когда мы это получим. Поэтому, как говорится, не переключайтесь. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.